Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Сегодня некое такое видео-откровение, каким образом я потерял 2 миллиона долларов за 2 недели. И на самом деле у нас на канале уже было видео, каким образом у меня были потери, когда. Но суть в том, что это были прямые финансовые потери, связанные с тем, что условно было там 40 миллионов, и ничего не стало. Про это рассказывано. Я сейчас прохожу определенное обучение, в котором я понимаю, что мои финансовые потери на самом деле было гораздо больше, были гораздо больше. И концепция заключается в следующем. То есть у нас есть на рынке потери прямые. Что такое прямые? Купила, я не знаю, биткоин по 60, а он стоит 30. То есть это получается прямые потери 50%. 30 тысяч долларов вы с каждого купленного биткоина потеряли. Купили, я не знаю, акцию за 300 рублей, она стоит 200 рублей. То есть прямые потери 100 рублей. Их можно считать в абсолюте, количество потерянных денег. Их можно считать в процентах, то есть в процентах сколько непосредственно произошли потери. Это вот то, что мы все видим, все понимаем и все осознаем. Но суть в том, что есть еще непрямые потери, то есть косвенные потери, которые нами не считаются, которые нами не учитываются. Но при этом они носят очень серьезный разрушительный характер. И разрушительный характер как раз таки заключается в том, что я часто встречаю, что люди, когда только-только начинают свои первые шаги в инвестициях, что-нибудь неизвестное, что-нибудь неизведанное, ну всегда там доллары покупали, да, на банковском депозите деньги размещали. И вдруг тут что-то, кто-то говорит про какой-то фондовый рынок. Или там размещали всегда в недвижимости и в валюте, да, а тут нужно там купить облигации или покупать акции. Кто-то в крипту инвестирует. И получается, что особенно это важно молодым инвесторам, начинающим инвесторам, кто только-только делает первые шаги и у вас капитал еще небольшой. Это не значит, что вам мало возраста. Это значит, что у вас еще капитала нет. И вы находитесь на пути создания капитала, да, не управления. То есть нет какого-то там депозита большого, которым нужно управлять. Нет проданной квартиры, деньги от продажи, которые нужно пристроить. Нет. У вас есть небольшие деньги и вы, соответственно, говорите, окей, Максим, я проголосовал, переезжаю, все оформляю, вызываю, соответственно, деликатный переезд, да, все, переезжаю из страны Крайнестана, переезжаю в Среднестан, давай непосредственно поехали туда. И вот вы хотите совершить первые шаги. И эти первые шаги как раз-таки заключаются в том, что нужно выбирать какой-то отдельный класс активов или доллар, или золото, или рубль, или облигацию, или акцию, или недвижимость. И деньги-то не такие большие, то есть особо не разгуляешься, особо там много чего не купишь. И из-за того, что деньги небольшие, боль от их потери в итоге незначительная. А когда боль, эмоциональная боль от потери незначительная, то, соответственно, нейронные связи не формируются. То есть, если вы что-то сделали неправильно и потеряли на этом относительно небольшие деньги, вы вряд ли, скорее всего, вынесете урок. И поэтому я расскажу про свою ситуацию уже через призму, связанную с тем, что у меня прямые потери составляли порядка 40 миллионов рублей. А с учетом косвенных потерь, с учетом количества времени и внимания, которые мной были потрачены на то, чтобы восстановить этот капитал, совокупные потери превысили 2 миллиона долларов. Итак, если вам интересно, смотрите данное видео до конца. Ну а мы начинаем. Неожиданное событие, опять-таки, которое было в феврале 2022 года, никто не ожидал. То есть и акции упали в цене, и доллар, соответственно, улетел на 120. Кто может сказать со 100% уверенностью, что, не знаю, завтра рынок криптовалют не обвалится, хотя бы на 50%. Да, он может вырасти на 100, вопросов нет. И на 300, и на 400, и кто-то считает, что будет миллион стоить. Опять-таки вопрос, когда концентрация идет все в одной истории, то мы приходим к тому, к чему приходим. И поэтому вопрос здесь вот этих вот эмоциональных историй, опасностях в чем заключается? Что когда потери небольшие, и ты теряешь, то эмоционально тебе как бы все равно, и ты продолжаешь это делать. Ну то есть уроков, выводов из этого не делаются, когда деньги небольшие. Когда деньги более или менее значительные, делаются какие-то определенные выводы. А когда деньги вообще большие, ну то есть в моей ситуации в 2017 году, для меня тогда это действительно было много. Не знаю, для олигархов, наверное, немного, но для среднего класса потерять там, не знаю, порядка 40 миллионов за 2 недели, это много. То есть это вот в такой ситуации, если проводить пример то, с чего начинали, меня через ряд шпицерутенов прогнали. И тогда уже принимаешь решение. До этого было все хорошо, вопросов нет. То есть доходность по портфелю была там и 200, и 300 процентов в год, да, то есть за счет того, что использовались плечи. Но опять-таки кто-то, ну просто не вернется. Я видел кучу историй, когда люди просто падали тогда и уже не смогли восстановиться. Кто-то выходил из этой ситуации. Я для себя принял определенные правила. То есть есть люди, которые живут комфортно, комфортно инвестируют, они диверсифицируют вложения. То есть есть всего по чуть-чуть и еще что-то за периметром Российской Федерации. И тогда, в принципе, ты понимаешь, что в этом случае абсолютно все не потеряешь. Потому что самое дорогое, что есть, я всегда говорю, то есть всегда говорил, что это время, наше время, да. Второе, это внимание. Потому что когда происходят потери, что происходит? Во-первых, ты теряешь время, которое ты потратил уже на то, чтобы заниматься инвестициями. Выбираете высокорисковые инвестиции. Время прошло, доход получен, произошло неожиданное событие, деньги потеряны. То есть время, которое ты потратил, а, на зарабатывание денег для инвестиций. Б, время, которое ты потратил для того, чтобы заниматься этими высокорисковыми инвестициями. То есть оно, по сути, улетело в топку. Потому что ты же деньги, которые вкладывал, откуда ты взял, откуда ты их взял? Ты их продавал в свое время. Время на работе. То есть ты работал по найму, получал какие-то денежки. И эти деньги вкладывал в крипту условно. Когда ты выбирал, в какую крипту вложить, ты тоже тратил время. Ты смотрел телеграммы, ты был на кого-то подписан, ты открывал криптокошельки, совершал транзакции. То есть у тебя был выбор управления непосредственно. Это время тоже потеряно, если вдруг это все непосредственно говорится. И еще у тебя потеряно время, что если бы ты эти деньги не потерял, они бы продолжали на тебя работать и приносить прибыль. Пусть и с меньшей нормой доходности. Но так как они потеряны или значительная часть капитала съедена, ты еще потеряешь время, когда у тебя этот капитал восстановится в изначальную точку. И хорошо, если восстановится, чтобы это не было каким-нибудь скамом, хайпом или какой-нибудь финансовой пирамидой, в которую вложился. То есть на трех направлениях у тебя идет потеря времени. И помимо всего прочего, сейчас тоже занимаюсь подбором личного помощника, личного ассистента. А вот какой продукт создает личный ассистент? Ассистент, когда приходит, он создает какой-то продукт. То есть я ему плачу за какой-то продукт. Да, он на это тратит свое время, но какой продукт он создает? Первый продукт – время, потому что какие-то рутинные задачи забирает на себя. И, соответственно, основной производящийся продукт – это мое свободное время. И второе, более важное, это внимание. Потому что, когда у меня рассосредоточено внимание, могу ли я сам купить билет? Могу. Могу ли я сам заказать гостиницу? Могу. Могу ли я сам делать какие-то очень мелкие вещи? Да, могу делать. Но, соответственно, основной продукт, который производит, например, ассистент – это внимание. То есть он высвобождает мое внимание, чтобы оно было сфокусировано на более важных, ценных вещах создания стоимости в моем бизнесе. То же самое, когда мы говорим про обычного инвестора. Нужно понимать, что в случае потери, в случае нахождения в стане Крайнестана, в этом случае вы теряете не только время, но и внимание. Что будет с вашим вниманием, когда у вас условно было там в крипте, условно там, в нашем примере, там 270-300 тысяч рублей, и вдруг стало 100. Ну вот что человек будет, вот прямо сейчас поставьте себя на ситуацию, в такую ситуацию, да, выходили, искали какой-нибудь толковый YouTube-канал или Telegram-канал, где вам будут давать истории. И как игра в сапера? В сапера там же все просто, да, то есть хотите понять, как это работает? Возьмите просто среднее поле игры в саперов, на любом Windows есть, да, и поиграйте. Сыграйте в нее 10 раз подряд. Алгоритм очень простой. Заставьте, я не знаю, искусственный интеллект играть в эту игру, он ни разу не взорвется, он будет раскрывать эти поля на раз. Но есть человеческий фактор, да, то есть алгоритм простой, среднее поле небольшое, да, сыграйте в него там 10 раз. И вот когда вы находитесь в позиции того, что вы делаете ставку на какую-то одну историю, вы по сути играете в такого сапера. Все понятно, все прогнозируемо, вы все знаете, у вас есть толковый там советник, консультант, Telegram-канал, еще что-то. Все работает, все стреляет. Да, в сапере только он сразу прекращается, если вы взорвались, да, капитал может быть потерян. 50% стоимости, 70% стоимости, 90% стоимости может быть потеряно. В чем тогда заключается? Я видел, что спусковым крючком, спусковым механизмом вот этой вот лавины ошибок, которые совершают люди, является, ну, по сути, одно какое-то эмоциональное событие. Купили, потом вдруг упало, рынок пошел против человека, да, и начинается. Так, мне нужно компенсировать убытки. То есть, как только люди получают убыток более 20%, 30%, что в этом случае происходит с вашим временем и вниманием, когда вы занимаетесь инвестициями? Вы даже работать перестаете, потому что убыток же 20%, с этим же надо что-то делать. Вы туда начинаете направлять свое внимание, соответственно, все остальное уходит на задний план. Семья, родители, работа, бизнес, если ты бизнесом занимаешься, да, то есть, это все уходит куда-то на второй, третий план, потому что, блин, ну как, камон, я же тут, это же, как, как, надо же что-то делать. И куда направляется ваше внимание, куда направляется ваше время? Надо же из этой жопы как-то вылезти, надо же найти какого-нибудь нового гуру, надо же найти нового финансового советника, который придет и скажет, как мне, по-быстренькому, там, буквально за одну-две недели компенсировать этот убыток, да. И что вы начинаете? Торговые сигналы, вы начинаете увеличивать плечо, вы начинаете торговать сигналами, вы, в принципе, начинаете торговать, вы начинаете заниматься скальпингом. И это еще больше занимает вашего времени, еще больше занимает вашего внимания. Естественно, отношения, здоровье, работа в плане получения активного дохода вообще сваливается в никуда, в трамторары, да. А ошибок становится все больше и больше, потому что начинается использоваться леверидж, начинает использоваться плечо, начинается использовать торговля, начинается использовать усреднение позиций, да. Своих денег уже не хватает, взяли леверидж, начали фьючерсами торговать, начали опционами торговать. И, соответственно, к чему мы приводим? Убытки все увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются. Внимание сюда все уходит, уходит. Время сюда все уходит, уходит. И хорошо, опять-таки, если вы окажетесь в состоянии выживших, что что-то вдруг произошло, рынок развернулся и вдруг пошел в вашу сторону. Здесь есть хорошая поговорка, что рынок может быть террационален больше, чем вы кредитоспособны. То есть вы можете считать, что рынок неправ, что вы абсолютно правы, но это вообще может очень печально закончиться. Мы себя очень сильно переоцениваем на коротком промежутке времени и недооцениваем на длительном промежутке времени. Плошь и рядом в своей практике я видел людей, которые хотят X2, X3, X4, X5 в коротком промежутке времени, один год, полгода, два месяца, найти какой-нибудь новый альткоин, купить всего по чуть-чуть, вдруг там Маск что-нибудь скажет в своем твиттере, пухнет, да, и этот альткоин там вырастет в тысячу раз, в десятки тысяч раз, и я на этом заработаю. Можно ли на этом зарабатывать? Можно. Но суть в том, что вы распиливаете свой капитал в один класс активов, в большое количество историй, которые, может быть, стреляют, и просто из теории вероятности что-то у вас будет срабатывать. Но суть заключается в том, что в этой истории требуется, что требуется? Требуется очень широкая диверсификация, у вас нет экспертизы, чтобы провести оценку. Требуется очень много фокусировки, времени и внимания, да, на то, чтобы отслеживать все вновь выходящие, что-то создавать самостоятельно. И в конечном счете у меня возникает вопрос, зачем лично мне этим заниматься, когда можно при прочих равных условиях получить X3, X5 и даже X10 просто не за год, и даже не за два, и не за пять, а за 15, 20, 30, 40 лет. Но это будет капитал, который уже работает на меня, а не я на него. Причем нужно же понимать, почему ценность времени. Чем старше вы становитесь, тем больше есть так называемых отвлеченных имплантов. То есть, когда вы становитесь старше, вам надо будет уже заботиться о своих детях, вам нужно будет заботиться о своих родителях, которые становятся старенькими, да. У вас, как правило, к этому моменту больше круг обязанностей, потому что доход увеличился, и, соответственно, больше круг обязанностей, это больше ответственность. А время больше не становится, оно не увеличивается, да. И поэтому количество времени, которое вы можете уделять своим спекулятивным инвестициям, что-то, или доллар, или золото, или акции, или история, про которую я рассказал, покупайте 100 альткоинов, да. То есть, стратегия, имеющая право на существование, вопрос, а сможете ли вы там в 45-50 лет этим заниматься, и будет ли эта стратегия работать. Стратегия связана с тем, что будут компании, создающие прибавочную стоимость в долгосрочном периоде платить дивиденды, они платили предыдущие 200 лет, они следующие 200 лет будут этим непосредственно заниматься. И если у меня на чаше весов стоит выбор, да, я свой выбор склоняю в направлении широкой диверсификации, безэмоциональной торговли, я лучше себя недооценю на коротком промежутке времени, не буду считать себя супергением, что я могу что-то спрогнозировать, что я могу на что-то одно сделать ставку, да, чтобы выбрать какой-то один, или класс активов, и уж не дай бог, одну акцию, или там один пример, класс активов, недвижимость, да, и это будет одна квартира. Купленная в ипотеку, да, ну то есть это крайний стан, когда как раз таки и получается, что я весь свой капитал концентрирую в одном месте, в одном классе активов, в одном объекте недвижимости, да, вообще больше ничем это не компенсируется, ничем не прикрыто. Я не говорю, что правильно это или неправильно, я говорю о том, что я для себя сделал такой выбор, почему я вам рассказал, я вам постарался объяснить, мне честно было очень жалко в 2017 году то количество времени, которое я потратил на создание капитала, которое просто реально по независимым от меня обстоятельствам привело к тому, что я потерял эти денежные средства, потерял этот капитал, какова была технология, я вам в принципе рассказал. То есть сначала было немного, быстро компенсироваться, леверидж, левериджа не хватило, еще больше убытки, окей, тогда фьючерсы, фьючерсы еще больше убытки, но и получили то, что получили. Я свой выбор сделал в 2017 году, это получается мне было 35 лет, в октябре 2017 года мне исполнилось 36. Я для себя остановил выбор на том, что я все-таки перейду в стан жителей среднестана, а не буду кидаться вот в эти крайности, потому что неприятно, честно вам скажу, неприятно в возрасте 35 лет осознать тот факт, что все то, что копилось там предыдущие 10 лет, улетело в трамторары. И вопрос, сколько мне еще понадобится времени для того, чтобы это непосредственно все восстановить. Вот такие выводы, на основе этих выводов, опять же, к чему я могу призвать, я могу призвать к тому, что имейте широко диверсифицированный портфель. Сейчас тоже прохожу обучение одно, очень интересное, давайте расскажу в этом видеоролике. Есть два формата обучения. Например, есть какой-то неизведанный лес, то есть есть теоретики, которые непосредственно этот лес изучают. Изучают каким образом? Они делают 3D-снимок местности, они запускают туда дронов по тропинкам, они, соответственно, внешне, находясь над предметом изучения, они, соответственно, исследуют лес, какую-то местность. То есть какие там ручейки, какие там, я не знаю, звериные тропы, какие животные там обитают, когда они активные, где хищные животные, где нехищные животные, какая там кормовая база, сколько там до ближайшей местности, то есть все сверху, то есть внутри объекта изучения, они не находятся. Это теоретики. Второе, есть практики. Практики это люди, которые просто берут и идут в этот лес. То есть они не видят ничего сверху, они не знают, куда идти, они могут ориентироваться по местности, они компасом обладают, у них есть навыки какого-то выживания. То есть человек заходит в лес и на практике живет в этом лесу, проходит этот лес или еще что-то делает. И тогда возникает вопрос, вы с кем в этот лес пойдете? Вы пойдете в этот лес с теоретиком, у которого все снимки, карты, или с человеком, который сам прошел путь. Понятно, чтобы получить наибольшую выгоду, наверное, лучше теоретик, потому что он теоретически знает, что где и как есть. Практик, он прошел один путь, одну тропинку, да, и вот он по этой тропинке может пройти, но он знает там все нюансы. Есть вода, есть вода. Эта вода отравленная или не отравленная, ее можно пить или ее нельзя пить, да. Теоретик знает, что в этом лесу есть малина, а у этого есть зарубка конкретно, как пройти там, я не знаю, к малиннику, где можно непосредственно поесть. Почему я про это говорю? Потому что мы рассказали, какие эмоции у нас могут быть разрушительными, как они влияют на потерю капитала, и что на самом деле глубинное вы теряете. Вы же теряете не только деньги, вы теряете более дорогие вещи, которые постарался я объяснить. И как раз-таки для экономии денег я могу себя отнести к практикам, которые с 2005 года все-таки на рынке ценных бумаг. И сейчас на основе своего практического опыта я создаю капитал в миллион долларов каждому из своих детей, у меня их 5 человек. Как я это делаю, какие основные концепции использую, и как можно присоединиться, рассказываю на бесплатном мастер-классе. Ссылочка на него находится в описании к данному видео. Проходите, смотрите, надеюсь, вам это тоже будет полезная цена, и у вас возникнет желание присоединиться, да. Чтобы я, может быть, для вас стал таким проводником, который бы помог сделать первый, наверное, самый сложный шаг на пути к инвестированию. В ситуации, если вы согласны с моим выбором, что вы не выбираете крайний стан, а вы выбираете средний стан и готовы идти долгосрочно, что вы по-другому посмотрели на свое время, на свое внимание, на ценности этого внимания и времени. И то, что в каких-то высокорисковых инвестициях вы считаете, что вы потеряли небольшие деньги, вы потеряли гораздо большие деньги, просто вы не понимали, как. И в этом видео я постарался как раз-таки вам объяснить, что же вы на самом деле потеряли. И будет здорово, если я вас уберегу в дальнейшем от этих ошибок. Для людей, кто находится сейчас в активной фазе, такой, да, чтобы минимизировать ваши риски. Для тех, кто еще только выбирает, куда пойти, я скажу вам, выберите все-таки сторону среднего стана, а не находитесь в крайней стане. И для людей, кто уже обжегся, да, может быть, это будет именно та история, которую вы ждали, да, и то, к чему вам хочется прямо сейчас присоединиться. Я буду рад, если мы сделаем это вместе. Ссылка внизу, проходите, смотрите. Я готов быть вашим проводником в мире инвестиций на российском рынке акций. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok